Как помочь огромной массе людей, которые не бежали никуда, остались за бортом в других странах после распада с СССР? Где эти люди страдают из-за языковых законов и других ограничений? Ну, слушайте, это какая-то чушь, да. Я вынес свое внимание и распылился по всему бывшему Советскому Союзу, замечу в прошлом. Я тоже вышла из Советского Союза, ну, господа. Но Советский Союз остался в Советском Союзе. Там остались, ну, знаете, старики, которые играли в ту игру и не смогли выйти из нее, да, в коллективную. Та коллективная игра называлась «Мы строим коммунизм». Следующая игра называлась «Перестройка». То есть рассчитывали, что коммунизм перестроит в какую-то другую форму. Но перестройка уже тоже закончилась. Следующая игра, которая шла параллельно, называлась «Капитализм». Но она тоже пришла к тупику, потому что все идеи эти тупиковые. Сегодня кризис идей. Сегодня, когда я вижу человека, который высокопоставленно напяливает национальный костюм и идет, типа, внеся народные идеи в массы, и рассказывает про средневековые обряды, мне стыдно за этого человека. Я понимаю, что ума нет. Хорошо, что это не у нас происходит. Понимаете? То есть вот эти все вещи нету идеи. Нету. Нету коммунизма, нету социализма, нету капитализма, нету никакого изма. Все. А для того, чтобы человеку было интересно играть, идея нужна. И на сегодняшний день вернуть человеку ответственность можно только через одну идею. Через возвращение его к себе. А это возвращение к себе самому. Только через искренность, открытость, по-другому, другого пути нет. И тогда он перестает сам себе лгать. И с этого момента он перестает лениться. Он начинает работать сам. Потому что он не работать не может. Потому что посади вас на диван, вы не сможете усидеть. Вы не сможете усидеть больше там полудня. Вы обязательно придумаете писать, какать, кушать, еще что-то. Мышцы затекли. Потому что тело создано играть. Потому что так создано внимание человека. Луч внимания человека всегда обязан видеть изменяющуюся картинку. Картинки обязательно. Если картинка не меняется, то луч внимания рассеивается. Как только он рассеялся, жизнь прекратилась. У него не собирается оптика, уже нету больше картинки. И оптика собирается только в том случае, когда луч внимания имеет постоянную мережку. Постоянные там 24 кадра в секунду. И когда он их имеет, а иметь он может их двумя способами. Либо когда его зажали и остановили силовым полем через напряжение и сопротивление. И он стоит, но он имеет картинку сменную. Вот, это иллюзия нашей жизни, да? Да, что и происходит. Что и происходит в объективном восприятии. Либо у него есть движение, и он сам по интересу создает эти картинки. Он тогда тоже стоит, но у него интерес, и он сам продуцирует картинки через свой интерес. Потому что работает другая часть силового поля. Понимаете? Так диапроектор работает. У нас два диапроектора в психике. Один в теле, один в голове. То есть идет переключение либо-либо-либо-либо. Алгоритм. И человек, психика человека напоминает техническое устройство. Когда ты осознаешь, как это работает, ты охреневаешь от простоты, от красоты. И человек, в таком случае, если он идет за луч внимания, зафиксирован по интересу, он будет сам создавать иллюзию движения, он сам будет создавать картинки. Он сам будет изобретать творчество, картины. татататат и будешь начать ручей живая жизнь бить ключом и вот в таком случае у человека будет нормальное здоровье он нормально впишется в социум и так далее и здесь тогда есть на самом деле одно слабое звено которое это реально очень большое поле для изучения который например вот мы на сегодняшний день мы просто не в состоянии будем его освоить ввиду его огромности это называется стыковка миров потому что каждая картина декоративная нету двух людей с одинаковым восприятием и сегодня за счет фиксации луча внимание в силовом поле легко удерживать иллюзию объективной реальности а если у всех однозначно субъективны то как они будут стыковаться между собой это может смешаться время это может здесь очень много может но при этом мы вот находясь субъективным вписываемся абсолютно легко никаких подвижек во времени ничего нету просто хочу и все это хочу работает и это о магии знания на самом деле вот эти вещи они с одной стороны сложные с другой стороны я думаю точно так же они математические разложатся и когда человек это осознает то тогда можно будет абсолютно осознанно действительно планы на пятилетку не придумывать и потом мы их не реализовали да а действительно человек тун-тун-тун-тун-тун и знает что там будет это там будет это там будет это потому что прошлое и будущее абсолютно однотипно строится это два крыла у одного сознания то есть вот блин мне кажется что это просто но я понимаю это просто из глубины а человек который вообще мыслит в объективном восприятии у которого распылен по этому миру ему сложно и поэтому когда вы рассказываете про ссср что там плохо людям где-то что-то вы себя размазали по ком-то для того чтобы не взять ответственность за свою жизнь моменте здесь и сейчас на себя а советском суде много людей было счастливых мои родители были счастливыми у меня семья была счастлива и не надо рассказывать про него плохо про советский союз там было много хорошего это была хорошая коллективная игра но она завершилась а надо двигаться дальше создавать следующую игру а для этого нужна идея а идеи нет нету ни в одной стране сегодня идеи инфодайнг самая крутая из идей который вообще может быть в человечестве она единственная сегодня и она возвращает человеку ответственность и заставляет его работать и перестать врать себе и окружающим разворачивая человека к самому себе один подвох религия не нужно становится все на свои места но тогда у науки появляется другая концепция сознание соединяется с материей все это элементарные вещи я не знаю это настолько очевидные вещи и я не понимаю как ученые мужу этого не видят то есть для этого не не надо быть семи пядей во лбу